Здравствуйте, друзья! Вы на канале Садовая Терапия. И с вами я, Ирина. Сегодня 10 мая 2020 года. Я, как всегда, в своем саду. Погода у нас пасмурная, но уже выглянуло солнышко, дождя не было. Я прошлась по саду, провела некоторые работы, что-то подрезала, что-то обработала от болезней и вредителей. Под какие-то розочки и лилии поставила колышки, что-то закрепила. Ну, в общем, как всегда. Работы в саду всегда хватает. И вот сегодня я обратила внимание на один черенок. О нем сегодня немножко расскажу. Черенкованием я давно хотела заняться, просто потому, что мне это очень интересно. Вот сам принцип, как это делается. Как из какого-то маленького стволика, обрезанного, потом появляется целый куст шикарной розы. Мне вот сам этот принцип был очень интересен, как это делается. И вот, посмотрите на вот этот черенок, на вот это маленькое чудо. Я сейчас вам расскажу. Получился он у меня совершенно спонтанно. Я не собиралась черенковать эту розу. Просто в феврале, в феврале месяце ко мне пришли строители. Они варили мне опору под плетистые розы. Я потом вам видео покажу. И мы разговаривали за розочки, как за ними ухаживать, как их выращивать. И о том, как их черенковать. Сам принцип черенкования, я знаю, как правильно обрезать этот черенок. Что нижняя часть должна быть скошенная, верхняя часть ровненькая. Ну, то есть, вот сам вот этот принцип, какие черенки, как их обрезать, я знаю. И вот розочка, розочка Эльмшорн. Потом я в небольшом видео покажу вам эту красавицу в цветущем виде. Ну, я подошла и обрезала одну веточку у этой розы. Просто, чтобы показать сам принцип, как обрезается. Обрезала, показала, объяснила, что вот так, но я сама не занимаюсь черенкованием. У меня были опыты черенкования. Было даже несколько удавшихся опытов. Ну, я так особо цель и задачу перед собой не ставила такую раньше. Были и неудавшиеся опыты. А тут я вот просто показала сам принцип ребятам-строителям. Вот она розочка Эльмшорн. Она такая вся уже готовится к цветению, вся в бутонах. Этой розе уже лет 12 в моем саду. В прошлом году я ее сильно омолодила, омолаживающую обрезку сделала. Вот сейчас я вам покажу череночек, который я вот показала сам принцип ребятам, а потом взяла и рядом с этим же материнским кустом воткнула вот этот черенок. По идее, нужно было его выбросить. Я, в общем, хотела выбросить его, а потом сама не знаю. Вот просто подошла и рядом с материнским кустом вот так воткнула чуть под углом. Причем не накрывала, не вообще ничего. Вот просто воткнула этот маленький череночек под небольшим углом. Я воткнула этот череночек, эту палочку. И даже вот без всяких мыслей, что что-то получится или не получится. Ребята работали, мы все были заняты делом. Думаю, ну, потом выброшу. И так я про него и забыла, и про этот череночек. Вот просто он у меня вылетел из головы. И прошел февраль. А вдумайтесь, это было в феврале месяце, да? Прошел февраль, прошел март. Вот здесь вот, кстати, опоры делали под вот эти розы жасмина. Красивая роза. И с другой стороны роза полироял. А вот рядом с жасминой еще рядом роза толбяк. Тоже очень красивая роза. И я специально делала вот такую конструкцию. Мне приваривали вот это все. Потому что я понимаю, что это очень мощные розы. Особенно жасмина. Она такая мощная вырастает. Я видела ее в некоторых садах. Она просто огроменная. И вот такие крепления мне сделали. Все это приварили, покрасили. А с другой стороны полироял. У меня есть полироял прошлого года посадки. Осенней посадки. Она уже раза в три больше. Я вот ее буквально вчера в видео показывала. А это вот буквально недели две-три назад высаженная. Вот она хорошо пошла в рост. Вот такие опорки. Я подготовила уже заранее, чтобы они были. С одной стороны, с другой стороны. И потом, когда наверх пойдут эти розочки, вот так вот они. Я подвяжу вот эти вот плетьи длинные к этим опорам. Ну вот, вот этот череночек, вот эта история черенка, который случайно совершенно у меня получился. Что называется, вот в феврале, да, зимой, воткнула его, ничем не укрывая, не прикрывая, вообще не думая ни о чем. И он пошел в рост. Представляете? Пошел в рост. Сама, не думая, не гадая, сделала удачное черенкование. Вот еще раз вам покажу. Посмотрите. Почечки уже набухшие. Уже скоро листочки там откроются. Распустятся. Ну, просто красота. И вот теперь я задумалась над тем, чтобы научиться правильно, грамотно и успешно черенковать розы. Опять же, повторюсь, не для того, чтобы высаживать их в своем саду, потому что у меня в саду уже места нет, много роз, и, в принципе, такой цели сейчас нет, чтобы из черенков выращивать и в саду высаживать. Ну, если будут удачные эксперименты, кому-то подарить. Всегда найдется, кому подарить хорошую розу. Тем более сорта у меня все очень красивые. Я их подбирала, тщательно подбирала для своего сада. Ну вот я к тому, что есть розы, которые вот не надо даже заморачиваться. Я знаю каналы некоторых девочек, которые очень успешно черенкуют розы. Просто вот золотые ручки, вы знаете. Это дар. Вот я считаю, что это просто вот дар, чтобы вот так успешно черенковать и выращивать потом свои собственные розы. Потому что у меня иногда вот я смотрю и такое ощущение, что эти люди, вот они любой черенок посадят, и он укоренится, пойдет в рост и будет красиво цвести. Я тоже хотела бы так научиться, просто ради того, чтобы получить вот такой жизненный опыт. Мне это очень интересно. И вот интересно, есть ли розочки, которые вот так же легко, как вот эта моя розочка Эльмшорн, укореняются? Быстро, легко, без всяких заморочек? Потому что я видела, как девочки там специальный грунт их высаживают, как они там их накрывают бутылками, там своего рода парнички устраивают. И все это, да, это правильно. Но у меня вот получился вот такой опыт. То есть этот черенок просто воткнула рядом с материнским кустом, не думая ни о чем, не накрывала, не укрывала, а он раз, и он укоренился, и он уже пошел в рост. Вот интересно, есть ли еще такие розочки, которые быстро и легко вот так укореняются? Если вы знаете вот сорта этих роз, поделитесь, пожалуйста. Мне самой очень интересно, может быть, есть какие-то сорта, которые вот так легко укореняются? И вот хочу показать вам как раз эту розочку, Эльмшорн, когда она цвела. По-моему, это было второе или третье цветение. В общем, я немножечко летом короткое видео снимала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, вот решила с вами поделиться вот таким нежданным, негаданным успехом в черенковании розочек. Один единственный череночек, который совершенно случайно воткнуло, и вот он прижился и пошел в рост. Для меня это, ну, просто вот чудо-чудное, удача, и я очень счастлива. Ну вот, поделилась с вами своими садовыми радостями. Это действительно радость. И спасибо вам, что заходите на мой канал, делитесь своим опытом. Столько я получаю советов от вас, комментариев, поддержки. Спасибо вам всем большое, друзья, и до новых встреч. Пока-пока.